В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Использовали не по назначению. Очередную стихийную свалку ликвидировали в Дербенском районе. Обследование у зарубежных врачей, не выезжая за пределы Дагестана. Специалисты из Турции принимали пациентов в Махачкале. Впиши себя в историю России. Третья дагестанцев приняли участие во всероссийской переписи населения. Спорт для всех. Воспитанники четырех интернатов Махачкалы приняли участие в соревнованиях по национальным видам спорта. Очередную стихийную свалку ликвидировали в Дербенском районе. В начале октября в Кавказское управление Россельхознадзора поступила жалоба от жителя села Гиджух. Мужчина сообщил, что на земельный участок сельхозназначения незаконно выбрасывали мусор. Госинспекторы, выехав на место, встретились с представителями администрации села. Специалисты потребовали устранить захламление. И к концу октября свалка была ликвидирована. Мы ликвидировали несанкционированную стихийную свалку, которая образовалась на территории нашего села. Привлечены силы техники, силы администрации. Вывезен весь мусор. Сейчас ведется работа по выравниванию территории. И в дальнейшем просим всех, чтобы они не вывозили сюда мусор. В Дагестане численность поголовья крупного рогатого скота сокращается. За последние пять лет их количество снизилось почти на 22 тысячи, сообщают в Министерстве сельского хозяйства Республики. Специалисты связывают это с весенне-летней засухой, длительными ветрами и холодными погодными условиями. По этим причинам в прошлом году хозяйства в северной части Дагестана были вынуждены сократить поголовье скота. Некоторые организации допустили снижение численности коров из-за перехода в другие направления деятельности, а также предоставления неполных отчетов в органы Росстата. Высококвалифицированные специалисты ЛИФ-госпиталя при Университете Истинье, Турция в течение двух дней принимали пациентов в Махачкале. Одни из самых востребованных врачей – хирург-ортопед и детский гематолог-онколог – провели приемы на бесплатной основе. Консультации проводились в медицинском центре «Инклиник». Более 50 дагестанцев обследовались у зарубежных врачей. Что удивило турецких специалистов в нашей республике, расскажет Асель Манапова. Маленькая Айшат родилась с многочисленными пороками развития. Она постоянно находится на лечении. Но сегодня у нее появилась возможность получить консультацию у турецкого специалиста Ясимин Алтунер-Тарун. Врач-гематолог-онколог из Стамбула впервые приехала в Махачкалу и провела прием для всех остро нуждающихся пациентов. Как отметила Ясимин, заболевания детей в Турции и в Дагестане аналогичны. Но есть то, что сильно ее удивило. Ясимин Алтунер-Тарун связывает это с тем, что у нас в республике достаточно много браков среди родственников. Это и может быть причиной такого большого количества детей со столь редкой болезнью бабочки. Доктор Тарун детским гематологом в Турции работает более 20 лет. И у них это заболевание не так сильно распространено. Не менее талантливый специалист, хирург-ортопед Халук Чабук также принял пациентов и инклиник. Сивиль Махмандярова записалась к нему, чтобы узнать, требуется ли операция ее матери или можно обойтись. Она показала снимки и была довольна консультацией. У мамы было в 2016 году, делали ей позвоночную грыжу. И вот после этого у нее были последствия. И вот мы решили провериться, как там дальше нам быть. Ну он порекомендовал нам сделать сегодня МРТ. Пришли к нему, он сказал, кооперация не подлежит. Так все нормально, лечение назначил. За два дня турецкие врачи приняли более 50 человек. Все получили назначения и рекомендации. Есть пациенты, которым назначены операции. Мы рекламировали данное мероприятие о том, что будет бесплатный прием. Активно распространяли эту информацию. И запись на прием к специалистам, в частности к ортопеду-травматологу, была закрыта в первые два дня. В дальнейшем мы, конечно, пытались, планировали и приняли дополнительно еще 15 человек. Визит турецких врачей в Дагестан организовал благотворительный фонд Инсан. Целью приезда зарубежных специалистов является обсуждение возможных способов оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам из нашей республики в стационарах Стамбула. Два дагестанца уже точно будут готовиться к поездке в Турцию до получения необходимого лечения. Асель Манова, Салман Гитихмаев, новости ННТ, Махачкала. 90-летие со дня рождения Фазуалиевой отметят в Дагестане. Сергей Меликов подписал указ о праздновании в следующем году юбилея народной поэтессы. В ближайшее время в правительстве разработают и утвердят план по подготовке и празднованию мероприятий в честь круглой даты. Для этого будет создан специальный оргкомитет. Фазуалиева родилась в селе Геничутль Хунзахского района. Писала как на русском, так и на родном для нее аварском языке. Стихи дагестанской поэтессы были переведены на 68 языков мира. Треть дагестанцев приняли участие во всероссийской переписи населения. Это более 1 миллиона человек всего за 10 дней. Дагестанцы предпочитают предоставлять информацию лично переписчикам. Через портал Госуслуг анкеты заполнили всего около 200 тысяч жителей республики. Об этом сообщил представитель Росстата. Среди всех регионов России Дагестан занимает среднюю позицию. Напомним, что всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Проезд маршрутных такси, которые ходят между Каспийском и Махачкалой, подорожает. Такое объявление появилось в общественных транспортах. Уже с 15 ноября пассажиры смогут добраться с Каспийска до Махачкалы в район Цума за 45 рублей, до новой автостанции столицы за 55. Причина роста – подорожание топлива, указано в сообщении. Ранее цены поднялись в некоторых маршрутах Махачкалы, Кизляра и Буйнакска. А средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Дагестане стоит более 60 тысяч рублей. Такую цифру утвердили в правительстве республики. Самое дорогое жилье в Махачкале. Затем по списку идет Каспийск, Кизельюрт и Дербент. Самая дешевая рыночная стоимость отмечена в Хасавюрте. Там, согласно документу, один квадратный метр стоит чуть более 48 тысяч рублей. И о спорте. Воспитанники четырех интернатов Махачкалы приняли участие в соревнованиях по национальным видам спорта. Горный забег на тысячи метров, прыжки, перетягивание каната и многое другое. Тему о спортивном празднике для детей продолжит Курбан Рагимов. Ему слово. Сила, выносливость и командный дух. Эти физические показатели у ребят из интерната для глухонемых были повыше, чем у остальных. Юноши в зеленых футболках стали первыми в ключевой дисциплине – перетягивании каната. В этих соревнованиях нет проигравших. Для детей фестиваль народных видов спорта стал настоящим праздником. Пока позволяет погода, мероприятие решили провести на природе. Это первый турнир среди учащихся интернатных учреждений. Съехались четыре столичные команды. Не столько здесь важно было, кто победит. А важно было собрать этих детей здесь, организовать им праздник. И инициативой этого праздника мы, как бы, школа-интернат для детей-сирот, и все директора поддержали. Огромное спасибо. Организовали детей. Сегодня здесь более 80 детей. Участники состязались в четырех видах спорта. Помимо каната, это прыжки в длину, метание камня и горный забег на тысячу метров. Самым быстрым здесь был Амир Никмагомедов. Неделю назад он финишировал в группе лидеров забеги от фонда «Инсан». Всех победителей фестиваля наградили кубками и медалями. Соревнования среди воспитанников школ и интернатов организаторы планируют проводить ежегодно. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Еще один дагестанец будет покорять вершину UFC. Гаджи Амар Гаджиев добился контракта с лучшей лигой мира. Средневес из клуба Universal Fighters успешно прошел отбор на турнире президента UFC Даны Вайта. Амар Гаджиев встречался с бразильцем Янси Сильвой. Поединок завершился в первом раунде после удачного болевого приема. Дагестанский боец остается непобежденным. На его счету 13 побед в 13 боях в ММА. А дагестанские футболисты-любители стали лучшими на Кубке наций. Международный турнир завершился накануне в Молдове, в городе Кишиневе. Цвета сборной России защищали трое наших игроков. Это чемпионы мира 2019 года Рустам Рамазанов и Гамит Шахбанов, а также новичок сборной Алиалиев. Национальная команда одолела французов, румын и хозяев поля – молдаван. Отметим, что эти соревнования стали для футболистов этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Бразилии. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова